Они забирают авторские права, и я не могу их попросту публиковать в своих социальных сетях. Ты думаешь, а если люди обидятся, а если люди расстроятся? Важные решения в вашей жизни бывают легкими. Как бы это тяжело не было, это нужно сделать. Все они бывают без последствий, но тем не менее, это трудно, потому что хочется нырять в эту музыкальную историю. Всем привет, с вами Илья, и добро пожаловать на мой новый YouTube-канал. Это возвращение спустя 11 лет, и тогда мой первый ролик вышел 28 февраля 2013 года. Привет, я Нью Крис, не подумайте, что я какой-то новый видеоблогер. Собственно, как и сейчас, ну, спустя 11 лет, и тоже вопрос-ответ мешает. Самый первый ролик на этом канале я решил посвятить ответам на ваши вопросы. Большое спасибо вам всем, кто их оставлял у меня в социальной сети, она будет в описании. Собственно, почему я решил создать новый канал? Наверное, потому что мне есть что рассказать, чем поделиться, что показать, учитывая то, что в последнее время я активно занимаюсь мобильной съемкой и монтажом. Хочется передавать эстетику, которую вижу своими глазами, демонстрировать, вообще вернуться в такую вот комфортную душевную социальную сеть, создавать что-то очень эстетичное, красивое, спокойное, душевное, и где можно будет получить обратную связь, и просто быть наедине вот со всеми, кто будет смотреть эти ролики. Вообще, это, наверное, в большей степени будут разговорные видео, они будут в каких-то интересных тематиках, на которые будет чем подумать еще несколько дней, возможно, какое-то знание придет, инсайты через полгода. Влоги показывают повседневную свою жизнь, показывают какие-то, возможно, поездки, путешествия, что-то такое, какой-то лайфстайл-контент, где будет все красиво, эстетично, и будет о чем наподумать потом. Какие планы на YouTube? Очень хочется больше видеть и слышать тебя, рассказывая все. Планов, в принципе, нет никаких, просто начать сначала, снова попробовать окунуться в то время, вообще в ту атмосферу, где YouTube был просто площадкой, где можно высказаться, поделиться, что-то рассказать, вообще можно быть самим собой, делиться всеми своими событиями, мыслями, своим настроением, своей энергией. И, ну, не знаю, вот что-то вот, вот что-то такое вот в этом есть, и оно очень сильно меня притягивает. Поэтому, собственно, я здесь. Привет! Почему тебя стало так мало? Как ты, какие изменения произошли? Где живешь сейчас? Последний 2023 год забрал меня полностью в работу, в монтаж, в съемки, в коммерческие истории, где ты, наверное, каждый день занимался работой, и было мало времени, чтобы делить себя, контенту для себя. Фотопленка у меня очень пустая, она только вся в работе, в монтаже. Хочется что-то делать для себя и посвящать этому большую часть времени, нежели чем было в прошлом году, создавать новые воспоминания и делиться ими. Потому что в прошлом году я не могу вспомнить практически ничего, потому что это все было погрязно в работе. Вот цель – работать, 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 Что с этим делать вот там? Живу все там же, в Москве. Как-то странно это звучит, очень странно звучит. Вот где ты живешь? В Москве. И что? Собственно, и что? Что-то я с ней сняюсь, совсем разучился снимать видеоролики, вот так вот разговаривать с камерой. Снимаю, собственно, на телефон, и весь контент, наверное, будет здесь произведен на телефон, но может быть что-то изменится, поэтому не буду к этому как-то привязываться, и что быть то будет. Почему решил вернуться на YouTube и не оставил эту затею с вами с 2017 года, сердечко? Есть с чем поделиться, есть что рассказать, есть что показать. И хочется снова окунуться в эту атмосферу. Надеюсь, долгое время, потому что это как-то дисциплинирует, это все такое, идет от желания, от сердца, от души, и ты хочешь что-то вот создавать такое некое, больше разговаривать на камеру. Я вот понимаю, что в последнее время я совсем разучился общаться с незнакомыми людьми, я стою в какой-то ступор, начинаю запинаться, заикиваться, возможно, и мне как-то некомфортно. И вот YouTube в плане тогда, 2013 года, 2014-2015, он сильно помогал раскрепощать себя именно в разговорной речи, потому что, кто не помнит, вот YouTube-канал, да, Мил Брось, у нас с братом не так было много друзей, мы не так много общались с другими, в принципе, сверстниками, людьми, мы больше просто как-то проводили время вместе, придумали какие-то игры или какие-то развлечения. Это раскрепощало, в принципе, вот именно разговаривать, учиться, это делать. И, собственно, хочется снова как-то это реабилитировать и вернуться в то русло, в то русло уверенности, раскрепощенности, связывать слова, не запинаться, не заикиваться, и как-то спокойно реагировать на людей. Миша меня спросил, какой у меня любимый цвет. Вот белый, бежевый, черный, белый, бежевый, черный. И все-таки стесняюсь. Я что-то стесняюсь. Почему столько времени не снимал ничего на YouTube? Наверное, это было выгорание. И выбор в пользу самореализации, именно в плане финансовой какой-то стабильности. И на YouTube как будто бы уже не оставалось ни сил, ни времени. И все это вот тянулось в эту историю под названием «Работа 24 на 8». Вот если говорить осознанно, понимая, почему это произошло, наверное, потому что мы перестали вкладывать себя. Наверное, потому что появились тренды, и мы не хотели идти в эту историю. И хотелось как бы больше показывать себя. И с другой стороны, отклик и обратная связь – это комментарии, просмотры. Когда люди делятся видеороликами, на которых мы работали раньше. Вот те же самые пародии, например. Первое время мы получали достаточно, чтобы вдохновиться на создание чего-то нового. А после вот просто весь YouTube-канал начал идти в какую-то вот ямку, где мы не могли найти силы и вдохновения, чтобы создавать что-то новое. Вот, а как мы именишься, типа, куку, ёпта. Рассматриваешь для себя какую-то дополнительную профессию. Сейчас моя профессия – это оператор-монтажер. Я вот снимаю для компаний, для брендов видеоролики, коммерческие, некоммерческие. Обычно это идут видеоролики социальной сети. Их я снимаю абсолютно на телефон. Вы можете посмотреть в моей другой социальной сети. Она в основном в описании. Напомню вам про нее. В ней мало моих работ, но тем не менее, там довольно очень красиво и статично. В общем, многие бренды создают договоры, в которых прописывается, что они забирают авторские права на все материалы. И я не могу их попросту публиковать в своих социальных сетях. Конечно, очень жаль. И, наверное, для этого нужно создавать что-то свое. И вот, собственно, я вот здесь вот сижу, смотрю на свет, который очень ярко слепит. И вообще, вот-вот. И почему-то вот и... Поэтому я здесь. Сейчас очень благодарен тому, что дошел до такой ступени, где я могу выбирать, с кем работать, с кем нет. В будущем профессии, наверное, хотелось бы, чтобы это была музыка. Если я 11 лет говорил, что вот танцы это мое все, но я хочу в этом развиваться, я хочу быть хореографом. Дай танцевать и танцевать. Ну что это стало? Смысл у меня из жизни. Еще что-то сейчас я думаю, что нет, не хочу. Как бы время идет. Люди меняются, интересы меняются, ценности свои внутренние тоже меняются. Но танцы до сих пор остались в моей жизни, к слову говоря. Изредка иногда танцую, импровизирую для души, для какого-то своей наполненности. Они никуда от меня не ушли. Хочется вот в будущем двигаться в сторону музыки. Это тоже моя какая-то мечта с детства. Какая-то неосязаемая была в какой-то момент. Возможно, увидите что-то новое, связанное с музыкой именно на этом канале. Поэтому ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые ролики. Чем занимаешься в свободное от работы время? Играю в PlayStation. Есть одна игра, которая называется Mortal Kombat. Мне нравится в нее играть с братом, с друзьями, по сети. Нравится просто персонажей, их способностей. Какое-то небольшое соревнование с небольшим азартом. Нравится играть в эту игру. Иногда это успокаивает, а иногда и не очень. В свободное время я сажусь за клавиши. Стараюсь придумать какие-то мелодии, создавать что-то. И в большей степени у меня что-то не получается. Я очень сильно на это реагирую. Это надо прорабатывать. Да, слово осознанность. Если подытожить эту игру на PlayStation, просто уйти в другую реальность, на некоторое время, чтобы не думать о своих проблемах. Почему мы ходим в видеоигры, например. Поиграть на клавишах, посмотреть какой-нибудь сериал. Также отвлечься от своих проблем и своего мира в какую-то другую реальность. Переживать за других. Своих же проблем недостаточно, например, переживаний. Как интересно звучит. Какой в жизни день ты считаешь трудным, но важным? Знаете, я не могу сказать какой-то конкретный день. Пусть это будет день, когда ты решаешь выбрать себя, а не других людей. Когда ты решаешь сказать в какой-то момент нет, остановиться и пойти по своему пути. Перекос желания других людей, которые говорят, как хотелось бы им, и ради их какой-то, может быть, выгоды, да, интереса, удовлетворения каких-то своих моментов, там, работа, например, еще что-то. Но ты понимаешь, что ты этого не хочешь делать. Ты не хочешь так поступать, и ты выбираешь себя. Да, в какой-то момент ты можешь что-то потерять, но при этом ты становишься настолько, насколько ты потерял, настолько ты становишься счастливее. Где-то вот в глубине души, в себе, и это важно понимать, что иногда нужно выбирать себя. Это трудно. Ты думаешь, а если люди обидятся, а если люди расстроятся, а если я начну как-то про тебя думать, что ты вот, не знаю, перестанешь с тобой общаться, да, вот что-то вот в такой стезе. Но потом понимаешь, что не зря все было. Иногда жалеешь, да, в какой-то степени, но потом все равно все складывается именно так, и ты получаешь настолько больше, несколько кратно, несколько кратно, есть такое слово, чем ты потерял в тот момент, когда вот выбрал себя. Все не бывает без последствий, но тем не менее, бух-бух-бух. Уже говорю, как и фигу. И, наверное, в завершении этого ролика хотелось бы задать себе несколько вопросов, на которые самому хотелось бы ответить. О чем будет этот YouTube-канал? Здесь, наверное, будет очень много творчества, вообще очень много мыслей, размышлений, какого-то лайфстайл-контента. Очень простое, житейское, но красивое, эстетичное, снова вам повторюсь, буду очень стараться. Хотелось бы публиковать видеоролики, связанные с музыкой, да, с какими-то, возможно, мелодиями, набросками, как, возможно, они создаются у меня в голове, что я при этом чувствую. Может быть, один день, где я пытаюсь создать мелодию прям с нуля, где, возможно, будут какие-либо каверы, потому что хочется нырять в эту музыкальную историю. Будут влоги, возможно, с моих фотосъемок, видеосъемок, какие-то вот бэкстейджи или еще что-то такое. Я понимаю, что это не совсем то, что хотят видеть люди, особенно, когда тебя не знают, но, наверное, больше эту чашу весов перевешивают желание делиться. Открываться по-новому, больше думать о работе, больше думать о самореализации и отдавать эту энергию. Стоит! Надеюсь, вы так не делаете сейчас, потому что уже давно выключили ролик. Наверное, и все. Этот ролик подходит к концу. Оставляйте в комментариях свои идеи, что вы хотели видеть, чем хотели бы, чтобы я поделился, рассказал, что-то показал, что-то поснимал. Обязательно пишите, буду с вами там общаться. Ставьте палец вверх, колокольчик ставьте, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на этот YouTube-канал. Будет очень приятно, что вы останетесь вместе здесь, в этом уютном местечке. Хотелось придумать какое-то интересное название для этого YouTube-канала, не связываясь с собой, но написано вот там, вот так. Я еще даже не знаю, YouTube-канал не создавал. И, наверное, каждый ролик мне хочется завершать каким-то инсайдом, пересмыслением того, к чему я пришел за долгое время. Например, введение YouTube, введение социальных сетей или еще что-то. Не только в этой сфере, но в каких-то жизненных каких-то моментах. Важные решения вашей жизни бывают легкими. Это действительно сложный выбор, это именно переломный момент. в вашем жизненном пути, к мечтам, к целям, именно к какой-то идее, к которой вы стремитесь. Как бы это тяжело не было, это нужно сделать. Да, потом будете долго еще размышлять, а правильно это, сомневаться. Но, скорее всего, это будет верный выбор. Пользуй себя, своих интересов, да, всему так и подобное. Надеюсь, в следующем ролике появится мой брат, собственно, вот. Здрасте. Возможно, и на милброс кто-то мы запишем, но, блин, покажем. Буду ждать вас вот в своих социальных сетях, там я бываю каждый день. А сейчас большое спасибо за просмотр и до новых встреч. Да что это за звук такой, да, противный прям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok